То, о чем мне не единожды писали, что такое фрайскрим и чем он отличается от обычного скрима. Сегодня посмотрим примеры разных вокалистов, вокальных блогеров, которые рассказывают о фрайскриме. Разберем по частям и сделаем соответствующие выводы. Все как мы любим. Ну а на связи преподаватель современного экстремального рок-вокала Францева Женя со своей неудобной точкой зрения на вокал. Поехали! Вау! Для начала разберем, что такое фрай. Фрай, вокал фрай или штробас – это все об одном и том же. Это расслабленное состояние голосовых связок. Обращаю внимание, голосовых, не ложных. При штробасе, фрае, происходит отток крови от голосовых связок. Тем самым они готовятся к работе. И охлаждаются. Штробас нельзя раскричать. Некоторые вокальные тренеры советуют делать штробас, затем усиливать воздушный поток, и якобы получится гроул. Это небезопасный способ звукоизвлечения, при котором подключаются черпаловидные хрящи без использования ложных связок. Примерно так. По логике вещей, фрай-скрим – это скрим с использованием штробаса, расслабленного состояния голосовых связок в основе. Все, кого я смотрела, об этом говорят. Типа берем фрай, он же штробас, и различными способами переходим в скрим. Кто-то советует через шепот, кто-то – делая слайд. У всех разные методы, но в основе всегда якобы штробас или фрай. И только один парень меня порадовал. Он рассказал в своем видео, что эти страшные звуки делаются не благодаря расслабленному состоянию голосовых связок, а благодаря сжатию ложных связок. Наконец-то! Он подкупил меня тем, что подтвердил каждое свое слово видосами с ларингоскопией. Все аргументировал, так пожелаем ему побольше просмотров. Ссылку оставлю в описании. Вообще, фрай-скрим делается не только на ложных связках. Черполовидные хрящи тоже смыкаются, иначе без них звук скрима был бы как у Мелиссы Кросс. Итак, подведем итоги. Фрай, вокал-фрай, штробас – это все одно и то же. Делаем голосовыми связками. Фрай-скрим – это работа черполовидных хрящей и ложных связок в плотном их смыкании, поэтому чистой ноты в основе нет. Хотя, если немного открыть ложные связки, то можно услышать чистую ноту в основе. Добыть фрай-скрим можно различными способами, но выбирай самые безопасные. То есть, исключи шепот, сильный воздушный поток, подключай ложные связки и черполовидные хрящи. Ну и регулируй положение гортани на свое усмотрение. Остались вопросы? Пожелания? Предложения? Пиши в комментариях. А также ставь лайк этому видео, подписывайся на мой канал, подписывайся на инстаграм моей школы RockFox. Увидимся совсем скоро. С любовью, твоя Металлмама.